Ряд американских кинокомпаний отказались поставлять новинки кино в Россию. Приостановленная работа над тремя российскими проектами для Netflix. Есть ли у отечественного кинематографа шанс справиться с импортозамещением? Большинство наших сериалов и фильмов снималось на украинских площадках. Снималось с привлечением тех же украинских. Что они лучшие и талантливые, что по всей России не было адекватных помещений, павильонов, сценаристов, операторов и так далее. Были, но там было проще деньги уводить. До этой ситуации вам прорваться в тот кинематограф коррумпированный, который сегодня во многом у нас есть, почти был невозможен. Сейчас, когда там растерянность, потерянность и поиск каких-то новых путей, новых людей, вот у вас есть шанс оказаться в числе этих людей, носителей тех самых новых идей и решений. Отмена Бэтмена за сутки до премьеры привела к потере около 20 миллионов рублей, вырученных с предпродажи билетов. Непонятно, кто оказался заложником ситуации – россияне или Голливуд? Будет ли пиратка? Будет. Но она и не умирала. Она всегда была, да? Будет. И это, кстати, будет одним из факторов, который вернет рано или поздно компании, даже которые искренним по политическим соображениям пытаются уйти сегодня с этого рынка, на этот рынок опять. И мы еще, пренебрегая авторским правом, да, вообще дадим колоссальный пример всему другому миру, который ждет и видит, когда нынешнее авторское право в нынешнем виде падет. На фоне всеобщих волнений людям нужен хлеб и зрелище. Может ли поход в кинотеатры сравниться с просмотром фильмов дома? Ну, когда я беру смартфон и вот так его ставлю, передо мной уже гигантский экран. А почему это не как в кино? Вот так его поставьте, как будто вы в кино вы находитесь. И да еще если наушники, да если еще вот так поставите, ну это же кинотеатр, полный кинотеатр. Вот если вы свой смартфон вот так уберете, это не кинотеатр. А вот так, ну это же все. До разрешения ситуации с Украиной кинотеатры планируют работать с тем, что есть. В 2022 году ожидается премьера российских комедий, военных драм и экранизация Романа Булгакова. Кристина Колсанова, Ариадна Кугушева, Фарид Захитаглы, Универ Ньюз.